Добрый день! Сейчас у нас 15 марта, если я не ошибаюсь. Канал ЖКХ, город Сумы. Я Дворниченко Владимир. Нахожусь я во дворах по улице Интернационалистов, дом 10-12. Ну, 10-12, да. Рядом, вот находится, за вот этой подстанцией, находится дом Лужпы-22. Значит, с той стороны подстанции производились работы максимум 2 недели назад. Вот, там искали порыв трубы. Производит работы Сумы Теплоэнерго. Вот, организация, которая каждый год у нас отчитывается о том, что она все проверила. Сумской горсовет отчитывается, зам мэра Журба отчитывается, что давлением проверены трубы, повышенным, двойным, так сказать, трассы рвать не будет. Ну, они не говорят, кстати, что трассы рвать не будет, но любой инженер меня поймет, потому что если трубы испытываются повышенным давлением, то это дает возможность пережить сезон отопления без порывов. Сейчас у нас весна. Вот, март месяц, середина. Начинаются массовые по городу перекопки дворов. Вот, это все теплотрассы, подводящие тепло к домам от центральных подстанций, где подкачка происходит и так далее. Для чего я провожу съемку таких работ? Для того, чтобы вы понимали, какой объем техники. Там вот сзади кран, здесь экскаватор, машина подвозит оградительные сооружения. Второй день работает вот эта помпа, но сейчас они ее выключили, потому что перестали подавать теплоноситель, и, соответственно, смогли перестать его выкачивать. Вот, вся наша вода, вот этот кипяток по сумасшедшей цене, он два дня шел вот в этот люк. Просто в канализацию выкачали, я не знаю, платят они горводоканалу за аварийный сброс теплоносителя. Рабочие, к сожалению, расположены немного, так сказать, агрессивно к людям, которые производят съемку. Я, ребят, понимаю, я их предупредил о том, что не к ним относятся эти все попытки зафиксировать. То есть мне совершенно неинтересно, кто производит раскопки. Мне интересно, сколько это все стоит. Для вашего понимания, техника примерно, вот, экскаваторы, это в районе, ну, от 1000 до 2000 за час работы экскаватора. Вот, если они на балансе, то, представьте, это машины стоимостью миллион и выше. Соответственно, с них амортизационная стоимость тоже огромнейшая идет. Краны вот эти простаивающие, мощные, это 18-тонник кран. Ну, может, скажут, что кран сам по себе стоял, может, нет. Вот, может, оказывается, что в результате моих съемок нашелся шейцекран, да. Вот, но, тем не менее, вся эта техника, которая сгоняется на закрытие вот таких тепловых дыр, она стоит сумасшедшие деньги. Еще раз, наверное, в этом году мы опять посмотрим, поговорим о том, сколько потрачено, как потрачены эти деньги. Пытаюсь всегда обратить внимание, что легче было произвести реконструкцию вот этих внутренних, внутриквартальных сетей до этих центральных тепловых пунктов. Вот. С той целью здесь небольшие расстояния, здесь небольшие диаметры труб, но здесь огромнейшие потери. Вся эта земля, которая вот там, где я хожу, это все расставшее, это все земля, перегретая вот этими тепловыми пунктами. То есть здесь огромнейшие потери тепла происходят. Поэтому выкладываю вот такие новости. Жду от вас реакции, комментариев. Жду тоже новостей, потому что я не могу по всему городу провести съемки работ нашего Сумы Теплоэнерго. Я хотелось бы узнать, как в других городах производятся такие работы. Вот. Ну и, товарищи, я не знаю, с какого месяца, с какой цены газа, с какой цены за тепло город Сум и жители города Сум начнут делать выводы о неэффективном подходе вот латания дыр. То есть мы десятки миллионов спускаем на вот эти латки. Это дико выгодно, потому что это, ну, огромный пласт работ. Мы не можем зайти проверить. Вот нам написали, что вот экскаватор копал 4 дня. Ну, скажут, что 4 дня. Кто будет обсуждать, кто будет в этом сомневаться, да? Вот. Делайте выводы, понимайте, почему у вас такая стоимость тепла. Это все вот гражданский контроль должен происходить за этим. Кстати, вот завтра будут собираться люди по этому поводу. Кажется, на 12 часов. Кажется, в синем зале на площади независимости 2. Вот мне интересно, опять все превратится в голдеж, возмущение, или же у людей будут практические предложения. Знаете, там не почему космолеты бороздят, и никто виноват, а вот что с этим делать, желательно быстро, когда мы начнем придумывать методы, как это все победить. Всем хорошего дня!